Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В администрации Ульяновска продолжают помогать обманутым дольщикам. В центральную медико-санитарную часть Ульяновска поступили 57 аппаратов искусственной вентиляции легких. Робот подколол прессу, губернатор поставил задачи. В Ульяновске открылся форум образования пространства возможностей. Мы боимся, что у нас асфальт утечет. Возможно ли распутать клубок коммунальных проблем в Виновке? Скоро наступит учебный год. Сейчас идет подготовка на всех уровнях. Родители собирают детей в школу. Начальники образовательных организаций планируют программу. Что нового ожидает наших школьников? О свежем подходе к обучению и забавных роботах расскажет Виктория Черкова. Учебные онлайн-платформы и новые технологии для наших детей. Важные темы обсудили на форуме «Образование пространства возможностей». Губернатор Сергей Морозов выступил перед публикой и обозначил векторы развития в сфере обучения юных ульяновцев. За основу взят указ президента от 2018 года. В первую очередь Россия должна войти в список ведущих стран мира по качеству общего образования. Во-вторых, достижение цифровой зрелости всей сферы образования. В-третьих, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе как раз духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И самое главное, необходимо вовремя выявлять и развивать таланты подрастающего поколения. 1 августа региональный Минобор стал Министерством просвещения и воспитания. По словам руководителей, сменилась не только вывеска, но и концепция. Теперь большое внимание оказывается личностному развитию детей. Не секрет, что педагогам пришлось не просто во время пандемии. Им предстояло подготовиться не только к обновлению образовательной программы. Мы готовились к плановому переходу, к использованию цифры. И действительно, мы ждем по этому пути. Но ситуация сложилась так, что мы должны быстро, мгновенно перестраиваться и понимать, что дистанционное обучение останется с нами, но никогда не заменит классического образования. Академическую программу с легкостью разбавит технологии будущего. На форуме представили новейшего робота от российских разработчиков. Киборг с искусственным интеллектом пообщался с прессой. Неизвестно, насколько сильна его эрудиция, зато с чувством юмора все в порядке. Привет. Только вас не хватало на тренарном заседании. Придет ли этот робот преподавать в наши школы, остается вопросом. Но онлайн-платформа учи.ру точно войдет в обиход ульяновских школьников. У научных деятелей уже созрел новый проект. Ученики с 1 по 11 класс могут позаниматься математикой в интернативной форме. Учителя смогут отслеживать статистику в режиме реального времени. Администрация города получит доступ к статистике учеников в реальном времени. Форум образования и пространства возможностей проходит ежегодно. Кроме дискуссий, демонстраций и разработок на мероприятии традиционно проходит выставка. Школьная форма от местных дизайнеров и робототехника от маленьких инженеров представлены публике. Форум продлится до октября этого года. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Управды ТВ. В город по расписанию один раз в день. Проснуться пораньше, чтобы попасть в супермаркет или съездить за лекарствами. О регулярном общественном транспорте жителям поселка Виновка приходится только мечтать. Всему виной аварийно опасный участок дороги по улице Славьева. Исправить крутизну склона возможно, но только за счет переноса сразу нескольких частных жилых домов. Как цепочка коммунальных проблем превратилась в клубок? Возможно ли ее распутать? Разбиралась Яна Федорищева. Поселок в черте города, но без дороги, тротуаров и общественного транспорта. Один на один с букетом жилищно-коммунальных проблем Виновка живет уже почти пять лет. Капитальный ремонт проезжей части по улице Неверова прописали еще в 2015-м. Покрытие на дороге «Призраки» практически отсутствовало. Даже обладатели личного транспорта предпочитали пешие прогулки. Для приведения автомобильной дороги по улице Неверова в нормативное состояние требуется проведение капитального ремонта. Объем необходимого финансирования составляет порядка 30 миллионов рублей. В 2017 году письмо с описанием проблемы появилось на сайте президента. К этому времени дождевые потоки окончательно привели в негодность технику карточного ремонта. Через несколько месяцев силами города ухабистая полоса земли превратилась в асфальтированное дорожное покрытие. Следующим этапом планировалось строительство системы водоотведения. Мы боимся, что она однажды в обычный хороший дождь у нас и течет. Поэтому каждый раз, когда сильный ливень, весь поток с улицы Кольцевой по коттеджному городку, устремляется на наши две улицы, Беляева и Неверова. Поэтому этот асфальт может простоять год-два еще максимум от силы. Проект устройства водоотводных систем разработали в 2017-м, параллельно с укладкой асфальта. В качестве ориентира использовали советскую модель конструкции с модернизированными элементами. Но двух лет, чтобы работу закончить, оказалось недостаточно. В настоящий момент идет поиск средств. В принципе, уже есть положительные решения. Поэтому планируется, что в текущем году данная работа силами муниципалитета будет выполнена. Еще большая беспокойность за жизнь и здоровье местной детворы вызывает отсутствие в поселке тротуаров. Пешеходные дорожки в частном секторе вовсе не предусмотрены. У нас дети ходят по проезжей части. Это небезопасно. Учитывая, как у нас любят лихачить здесь, особенно в теплые периоды, зимой-то, конечно, не так и то все равно несутся. А когда начинается тепло, с марта по октябрь у нас здесь сплошные гонки. Зимой гонки автомобильные превращаются в снежные. Сугробы с проезжей части убирают на удивление профессионально и оперативно к придомовым территориям. А дальше как по цепочке. Повышение температуры воздуха, таяние снежных масс и одновременные проезжие пешеходная дорога превращается в ручей. Все это стекает. Дети идут по рекам, которые стекают у нас по Соловьеву. И, соответственно, дети пытаются обходить эту мокроту и выходят прямо на середину проезжей части. Я как водитель очень часто сталкиваюсь с тем, что мне навстречу едет машина, а я должна и детей объехать, и встречку должна как-то уступить ей дорогу. Дети бы и рады по проезжей части не ходить. Да только других вариантов добраться до школы у них попросту нет. Мы в прошлом году поднимали этот вопрос и собирали даже подписи по поводу хотя бы выделения автобуса детского, школьного, чтобы деткам хотя бы можно было безопасно добираться до школы. Но вопрос остается открытым. Единственный альтернативный вариант, который нам предлагали, это в летнее время нам пускали один раз маршрут. Это в 7.30, это был единственный маршрут, который поднимался вверх. Все, других вариантов у нас не было. То есть с октября месяца у нас полностью отключают и данный вид транспорта тоже. С точки зрения техники безопасности отправлять в поселок общественный транспорт не решаются городские власти. Маршрут следования неизбежно должен пролегать по улице Соловьева. Угол наклона одного из участков этой дороги значительно превышен. Крутизна склона здесь доходит до 15%. Надеждой на разрешение аварийной ситуации в пользу детей появилась снова региональная акция «Безопасный детский маршрут». Для того, чтобы проблему взяли на контроль, достаточно разместить видеозапись опасного маршрута школьника в социальных сетях под хэштегом «Детский маршрут 73». С 1 сентября текущего года в тестовом режиме еще один маршрут будет отправляться в 7.40. Ранее это уже был такой эксперимент, проводились, но в связи с ненаполняемостью, невостребованностью данного маршрута его отменяли. Если граждане, жители, пассажиры будут пользоваться и автобус будет наполняться, то он будет ходить в это время. Тем временем очередной год ожиданий подходит к концу. Помимо властей муниципальных, за решением сложившихся поселковых проблем следит Федеральный центр мониторинга за обращениями граждан на сайте президента. Результаты одного из последних социальных опросов дали понять. Для того, чтобы сдвинуть с якоря винновский корабль, нужны дополнительные силы. Яна Федорищева, Даниил Сурков, Новости Управду ТВ. Рабочая группа по урегулированию вопросов обманутых дольщиков продолжает свою деятельность и принимает обращение ульяновцев на горячую линию. За весь период работы на линию поступило 234 обращения. Работа с проблемными вопросами граждан ведется регулярно. Мы еженедельно проводим мониторинговые исследования, мы работаем напрямую со всеми жителями, работают горячие линии по вопросам социальной сферы, по вопросам достройки жилья. Больше всего вопросов поступает по предоставлению материальной помощи. Специалисты Управления по делам семьи оказывают помощь в подготовке и сборе необходимых документов, предоставляют консультации. Немало ульяновских обманутых дольщиков уже получили финансовую поддержку. Сообщили, какой мне предоставить им нужный пакет документов для получения материальной помощи из-за того, что я оказалась в такой ситуации. На следующий день я все документы собрала, приехала уже на Спасскую в Управление по делам семьи, написала заявление на имя Панчина Сергея Сергеевича и мне оказали материальную помощь. То есть, ну все быстро в принципе и чему как бы я обрадовалась, что все так произошло. Для ульяновцев, пострадавших от действий застройщиков, в администрации города действуют телефоны горячей линии 411945 и 310252. Звонки принимаются с понедельника по субботу, включительно с 8 утра до 6 вечера. В 2020 году в Ульяновской области на базе 42 школ откроются точки роста. Эти центры образования выводят на совершенно новый уровень преподавания и освоения таких предметов, как информатика, технологии и ОБЖ. С 1 сентября Клуб по изучению программирования инженерных наук и интеллектуальных игр заработает в Корсунской средней школе. Отчего ждать воспитанникам детских садов? Все подробности расскажет Рината Алиулова. 793 учеников Корсунской средней школы ждут не только новые правила учебы в период пандемии, но и два новых кабинета. Классы по информатике, технологии и ОБЖ обновили, сделали ремонт. На базе школы с 1 сентября открывается точка роста. Наши дети, многие из них одаренные дети, и они с нетерпением ждут открытия центра точки роста, чтобы осваивать новые современные технологии. Мы даже предусмотрели усилить работу ученического самоуправления, активизировать работу школьного пресс-центра. Точка роста – сеть федеральных центров просвещения цифрового и гуманитарного профилей. Клуб нацелен на освоение учащимся с 1 по 11 класса новых компетенций за счет современных технологий и разработок. Двери точки роста открыты для всех желающих с утра и до вечера. Бегать в центр за знаниями можно будет и во время перемены. Здесь есть все условия для моделирования на 3D-принтере, управления дроном, создания личного медиапроекта или конструирования собственного робота. Первый вид позволяет детям создавать до 36 моделей машин и животных. И так как все конструкторы снабжены микропроцессорами и системами-датчиками, то дети могут запрограммировать действия своего изобретения. Второй конструктор знакомит детей с тремя возобновляемыми источниками энергии. С помощью третьего набора дети смогут создавать устройства, которые действуют посредством сжатого воздуха. Для школьников также оборудованы шахматный класс и зона отдыха. Создание точек роста входит в обязательную программу нацпроекта образования и федерального проекта «Современная школа». А в селе Засновка в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин» строится детский сад с цокольным этажом и сухим бассейном. Два века назад рядом с этим карьером располагался дом батюшки. После здесь построили школу, которая просуществовала до 90-х годов. А в 21-м году, уже 21-го века, здесь появится детский сад на 55 мест. На три группы рассчитан этот садик. Здесь будет находиться также и сухой бассейн по проекту. Каждая группа будет отдельно друг от друга. То есть у нас есть два садика, в которых было раньше по две группы, сейчас в одном садике две группы, в другом одна группа, но в одном садике 20 человек, в другом садике 16 человек. В новом детсаде предусмотрена ясельная группа. Его будут посещать детишки сразу трех сел – Уразовка, Сосновка и деревни Ермаки. Мы ждем давно, еще в 2009 году нам обещали детский сад. У меня был маленький ребенок другой, сейчас следующий маленький. Я надеюсь, она пойдет в новый детский сад, новый, современный. Возводить объект начали в середине июня. Провели геологические изыскания, раскопали карьер. Строительство рассчитано на два этапа. Срок сдачи – октябрь 21-го. Ринат Альулова, Владимир Куликов, новости, Уллправда ТВ из Корсунского района. Ситуация с коронавирусом подстегнула скорейшее оснащение учреждений здравоохранения новым медицинским оборудованием. В частности, аппаратами искусственной вентиляции легких. Медицинское оборудование нового поколения завезли в центральную медико-санитарную часть Ульяновска. Речь идет о мобильных аппаратах искусственной вентиляции легких. 51 аппарат привезли с Уральского приборостроительного завода. Общая сумма закупки – около 57 миллионов рублей. Еще шесть аппаратов передали больнице в рамках гуманитарной помощи. Все аппараты соответствуют современным требованиям безопасности. Оснащены устройствами аварийного сигнала, высокопоточными методами, мониторами. Аппарат имеет несколько режимов вентиляции, чтобы подстраиваться к дыханию пациента. Также модели оснащены регуляторами воздуха и кислорода, благодаря чему формирование воздушного потока идет через внутренний генератор. На данный момент учреждение полностью укомплектовано аппаратами ИВЛ. На базе больницы проходит лечение больше 300 человек. У 150 из них подтвержден коронавирус. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Свет, камера, мотор. Торжественная церемония открытия регионального кинофестиваля состоялась на сцене кинотеатра «Современник». Как развиваете киноиндустрию народов Ульяновской области в нашем следующем материале. Слова благодарности на татарском, мордовском, чувашском и азербайджанском языках в эти дни звучат со сцены «Современника». День российского кино в Ульяновске в этом году встречают с собственным многонациональным фестивалем. Вход на все кинопоказы бесплатный. Мы попытались сделать так, чтобы фильмы были на языках коренного народа с русскими субтитрами. Чтобы люди приобщились к культуре через кино, к обычаям и традициям. Повысить эффективность межэтнического диалога – это посыл каждой картины первого в истории региона фестиваля национальных кинематографий. Познакомиться с обычаями братских народов в течение трех дней можно не только в самом Ульяновске, но и в шести муниципальных образованиях области, а также на платформах цифровых кинотеатров. Показ татарской комедии «Кире», что в переводе на русский язык означает «упертый», стал ключевым событием открытия киномарафона. Мы хотели сделать добрый, прежде всего добрый и современный фильм на тему культуры языка. И именно такой проблемы, что у нас есть современная культура и современный человек. И как бы человек, который, скажем так, из прошлого. И вот как раз у нас главный герой застрял в этой прошлой культуре. И не может ни договориться, ни принять, ни понять новую культуру. Хотя мы понимаем, что если был бы союз и тандем, то все бы жили мирно и было бы развитие. В роли московского татарина заслуженный артист Республики Татарстан Камиль Ларин. На малую родину его вернула бизнес-идея. Перед столичным девелопером непростая задача – уговорить старомодного казанца продать свое родовое гнездо под строительство новой станции метрополитена. Сразу три истории и языковое противостояние переплетает судьбы двух национальных земляков. Но договориться с главным героем оказывается практически невозможно. Особенно, если вы общаетесь на разных языках не только в прямом, но и в переносном смысле. Он за то, чтобы люди именно в Казани, в Татарстане разговаривали на татарском языке. Он как бы топит за свою нацию, но в какой-то степени даже с этим и перегибает. Как раз таки история об этом. И в Татарстане в целом есть такая проблема, что многие татары, они не знают своего языка. Кире – это яркий и пока что единственный в республике пример, как нести национальную культуру в массы без финансовой поддержки государства. На съемку картины ушло чуть больше 20 дней и средства частных инвесторов. Около 30 локаций – от набережной реки Казанки до настоящего самолета. Премьера фильма прошла в шести городах страны. Практически всегда залы были забиты. И мы были очень удивлены и были очень благодарны нашему зрителю, что люди ходят и поддерживают региональный кинематограф. Это было очень приятно. Поддерживают не только интересом своим и временем, но и, собственно, рублем. Потому что билеты продавались, как в обычный кинотеатр. Уже не первый год наш регион участвует в исполнении инициатив федерального правительства по возрождению кинопоказа в малых городах. При поддержке губернатора в области действует порядка 10 кино- и телешкол, самый крупный из которых – Ульяновский молодежный центр кинематографии, телевидения и мастерская «Киноквант». Развитие губернской киноиндустрии не брало паузу даже в разгар пандемии. Вчера совместно с Санкт-Петербургским институтом кинематографии мы начали этот образовательный модуль пока в онлайне. Дальше это перейдет все в традиционные форматы. Преподаватели с мастер-классами и с образовательными модулями приедут сюда, в Ульяновскую область, и мы потом в конце увидим, я так думаю, что хотя бы там в районе 10 хороших работ наших ребят-ульяновцев. С программой фестиваля и расписанием показов можно ознакомиться на официальном сайте Ульяновского кинофонда. По информации синоптиков, в предстоящие сутки ожидается теплая малооблачная погода. В дневное время столбик термометра поднимется до отметки 28 градусов по Цельсию. Ветер южный 2 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 22, 30, а также на нашем сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»